доброе утро дорогие мои вы на канале привет ангела с вами народный батюшка мира и добра вам вот при святой троице снова тема андрея кураева теперь мы его официально можем отцом не называть хотя дьякона и так считаю не совсем правильно отцом называть поскольку дик она не входит в состав тех кто руководит жизнью человека у дьякова предназначение привести человека к причастию то есть образовательные функции у дьякона в церкви вот он должен беседовать он читать вот эти евангелия объяснять дико она кстати должны объяснять и вот тогда человек уже все зная через дьякона приходит к причастию у дионисия репагита это очень хорошо описано роль диакона да это первые стадии священства но она еще не относится к отцовству на самом деле но у нас по традиции все кто рясу одел все уже отцы у нас монахи отцы которые вообще не имеют если он не ира монах вообще священство не имеет и никакого отношения они просто хорошие люди так будем говорить высшего качества миряне монахи это опять у дионисия репагита где он описывает вот вот эти ступени роста духовного он монахов оставляет среди мир и она это мире они только и такого хорошего качества в отношении к богу но нас всех принято отцами называть мне самый был забавный когда алтарщиков ребятишек бабушки время от времени отец там какой-то андрюша иди сюда ошарашенный идет там за пивочку конфеточки еще что-то получить ну тем не менее что для меня это логическое завершение того что андрей кураев получил указ патриарха о снятии его с него сана диакона и для вас тоже не секрет о том что я об этом давно говорил что он к этому идет и больше того я его давным давно как только с пусть и райт произошли вот эти все события назвал врагом церкви кстати я еще некоторых людей назвал уж не будем некоторых ныне покойных вспоминать но андрей ткачев например я тоже считаю что это тоже враг церкви хотя он сейчас фаворе и там чуть ли не главный проповедник нашей церкви но для меня друг или враг давайте так скажем ведь не столько по поведению сколько по духу определяется по духу определяется и этот дух бывает испорчен в человеке его состоянием которому он пришел в тот или иной момент когда андрей кураев во первых он был ведь один из тех кто патриарха кирилла привел к власти прямо скажем что на мнение но я не скажу что он на выбор мог повлиять у нас ведь считается что выбор и все таки там три кандидата и и так далее в том числе смотрите когда-то в кандидатах был и тот кто сейчас церковь там раскольническую возглавляет в украине он ведь тоже был патриархом но как он стал врагом мог стать патриархом а стал врагу нашей церкви он врагом он действительно определенные качества я вам назову какое качество делает человека из друга церкви христос называет друзьями тех кто в церкви ему дружат или детьми уж даже так может назвать становится врагом церкви так вот отец андрей стал врагом церкви когда его гордыня возвеличены публикациями его представительством сми его служением при патриархе этим дьяволом дьяконом и некоторые ходили на службу к патриарху потому что ее вел андрей кураев дьякон то есть не за не для патриарха они за патриархом а за дьяконом ходили это я в москве точно знаю мне даже как-то . о пойдем вот там храме в моем любимом храме михаэла архангела будет служба пойдем я грачу ну литургии литургии какая разница патриарх служит не патриарх служит вот ну там же будет андрей кураев ему сослужить и говорю нуж андрей кураев для меня вообще никак не повод рваться на эту службу где будет толпа духота там и все остальное поэтому логическое завершение его служение в церкви оно было предопределено его поведением меня первое что очень помните смутило я об этом тоже говорил это вот его теория оправданной агрессии ведь вот когда меня начали здесь гнать то один из участников этих гонений точнее самый главный может быть участник производители этих гонений нет заказ то был от митрополита иосифа осуществлял его игумен уткин так вот игумен уткин публиковал и даже соучаствовал в публикациях этой теории в том числе у него есть книга которые они совместно с правилом написали и это теория оправданной агрессии он ее же применил к этим пусть и райд что ну вот да они агрессивны вот они тут прыгают но они оправданно агрессивны потому что они очень верующие так примерно это звучит если ты очень верующий ты можешь долбать кого-то своей агрессии значит делать ему гадости этой своей агрессии и это как бы оправданно вот такая про и я вот тогда и объявил что это вот уже не дружба с христом это вражда потому что господь агрессии нигде не проявлял по отношению к своим врагам во время проповеди он ни разу этой агрессии да ему не понравилось как оскверняли храм все время приводит эти слова вот же он взял плеть там выгнал всех кстати входило в состав вот этой агрессии еще один был проповедник у нас такой агрессии раньше кураева но я уж не буду и упоминать он погиб за за то что он об этом проповедовал так вот а дальше пошло все дальше и ведь на самом деле убрали кураева из церкви враги церкви вот вы скажете бочка ну это уж какой то вы закрутили такую интригу что врага церкви убрали из церкви враги церкви как это так а очень просто то есть вот есть такое понятие профана когда враги ну давайте даже церкви берут человека который не понимает что он делает они его направляет в нужное русло и он становится врагом гонителем и так далее можно так сказать не по своей воле по своему качеству по своему качеству и вот эта форма вовлечения людей в такую профанации в такую деятельность которые вражеское по отношению давайте мы про церковь здесь говорим не про общество в обществе то таких вообще куча мало то есть как куры не клюют как говорится я смотрю на каждого второго оппозиционера там он же профан он же врагом стал потому что у него качество есть гордыни у него есть качество значит самости у нее есть желание может даже заработать на том что то есть сребролюбие вот эти все грехи их можно использовать врагами для того чтобы сделать свое дело руками профанов против тех на кого них научкивает я опять в своем деле еще могу привести примеры как приходили какие-то свидетели которые что-то там говорили про меня потом какие-то судьи были самое поразительное что кто в конечном итоге осознавал то есть вот когда меня здесь долбали как говорится государственными судами и следствиями так далее 54 суда я выдержал первым извинился прокурор представляете прокурор он осознал что они в этой деятельности вот против меня все эти гадости делали и он в этом соучаствовал хотя он конечно все извинился потом и главный кто писал эти заявления все теперь покойник даже не буду говорить что ему царствие небесное хотя он извинился передо мной но извинился тоже вот со всеми такими как говорится на воротами что этот виноват милиционер там его друг он втянул и все сказал этот виноват и так далее то есть ну ладно не будем о покойниках плохо так вот андрея кураева почувствовали что он может стать этим врагом потому что его сомнение его вот личность по возрастала в гордыне когда вот эта слава к нему пришла до еще не совсем к сформировавшемуся духовному лицу даже в священстве еще не сформировавшегося я думаю что даже как священник он будет то был более такой ну осторожный чем чем диакон ну а так он ночью не очень священник не очень я тем более что его ум забитый этими знами привел его к тому что нет никакого снятия сана но это действительно так я тоже так убежден что сану ждали его снять невозможно как крещение есть такое понятие вот наш церковь это сейчас уставным порядком не признает но большинство церквей православных признает они отстраняют от служения пожизненно но никак понятия снятия сана у них не существует большинстве православных церквей его не существует больше того он убежден что если он подаст теперь письмо константинопольский патриархат то константинопольский патриарх который якобы по значимости он там на третьем что ли на четвертом месте ну то есть выше нашего патриарха он все это может отменить и ведь отменят если он напишет то при придет ему обязательно придет ему бумага только что мы про этого варфоломея теперь какие отношения знает баб папа римский этот его отменит но а изменится ли личность отца андрея ведь он я вот тоже его последнее выступление я их до конца не могу дослушать не скидывают а что вы скажете а что вы это он там на канала где оппозиционеры там на канале ходорковский выступает так не по словам он по духу враг больше того я могу сказать что он врагом и потихонечку государство становится то есть он через отношение к власти приходит к отношения к народу как такому как говорится не умному народы и он включает вот этот со состав вражды своей а он активно враждует он действительно своими выступлениями пытается нанести урон патриархии власти ну и даже народу но и церкви конечно но и церкви русской православной церкви и при этом называя его врагом я никогда к нему с враждой не относился я вообще к ним я к ним с жалостью как опять напомню отец василий разянка говорит как любить врагов своих а пожалейте их начните жалость вот пожалейте вот мне его искренне жалко то есть у него таланты быть даже хорошим епископом там или митрополитом были знания великолепные такой разговор речь у него великолепная но вот это вот гордынька не я его понимаю что сейчас митрополит и в епископы можно нужны другие качества чтобы попасть и это не те которые хорошего хотя есть хорошие епископы ладно не будем на эту тему поэтому давайте пожалеем его все вместе у него был шанс в этой церкви просветиться я думаю он у него еще и остался потому что у сколько святых принятых ну другими церквами там которые и ругали церковь так далее проходят времена их начинают вспоминать еще и поднимать и они становятся просвещенными в общем на все воли божия а у него еще один шанс я думаю что не быть врагом а все-таки двинуться в сторону любви христианской и пожалеть тех кто его гонит пожалеть тех кто его осуждает пожалеть тех кто над ним сейчас смеются это подвиг то есть христа то мы тоже с вами знаем что распяли не в сане священника хотя даже царем его назначили и иудейским вот так так что вот ну все вот вот все я давайте откровенно скажу что я конечно рад что я оказался прав это вот столько лет назад я его обозначил что он вот в этом находится и в этого состоянии где напрямую вот видно что да он он брак но при этом это не оправдывает того что нет моя радость здесь неправильно я в такую же гордыню начинаю впадать когда говорю о это погиб этот в общем свою правоту начинаю видеть наверно всех их надо было сразу пожалеть которых на те которые на тебя напагают в которых ты видишь что они враждебные все остальное у меня такой эпизод в жизни был где его использовали против меня этот уткин из вот уткин тоже враг это от это абсолютно однозначный как и митрополит иосиф македонов это враг нашей церкви прямой так что враги нашей церкви сделали все чтобы его использовать а потом выкинуть отца андрея поэтому здесь вот такая казалось бы необъяснимой или лепые ситуации здоровья вам всем в любви надо проживать просто в любви для любви первый шаг это жалость нет любви пожалейте своих врагов я повторяю не свои слова отца василия родзянка но это абсолютно правильные слова святаго человека здоровья вам всем радости аминь аминь